Воскресенским юнормейцам некогда скучать. Они активно участвуют в патриотических мероприятиях, проводимых как главным штабом юнормии, так и местным отделением. В награду за целеустремленность ребята получают посещение музеев, семинаров, форумов. Очень долгожданной для них стала встреча с героями в Красногорске на территории музея техники Вадима Задорожного. Она прошла в рамках всероссийского проекта «Диалог с героями». Ездили на встречу, которая проводится в цикле встреч, диалогов с героями, проводимых главным штабом. И 40 наших активистов были удостоены этой встречи. Мы рады приглашению, мы очень волновались. В диалоге с воскресенскими юнормейцами о себе рассказали герой Российской Федерации и заслуженный летчик Евгений Зеленов и кавалер Ордена Мужества Дмитрий Лебедев. Говорили о многом. Была удивительная встреча, называется «Диалоги с героями». К нам приезжали Евгений Алексеевич Зеленов и Дмитрий Николаевич Лебедев. Это удивительные люди. Они рассказали столько интересного и нового о своей жизни, дали полезные советы. Мы задавали много вопросов. Когда они были при службе, кто им помогал, какую поддержку им оказывали их близкие люди, как они росли и как определились со своей профессией. Волнение и трепет перед героическими гостями не помешали ребятам вести живой диалог. Герои делились историями из жизни, рассказали о первых наградах, любимых предметах в школе и какими видами спорта занимались. Затронули и тему поддержки близких и любви. И здесь прозвучал волнующий многих подростков вопрос. В нашем диалоге затрагивалась тема любви. А скажите, как научиться любить себя? Любить себя? Да. Да не жалеть себя. В первую очередь, я считаю, это, во-первых, работа над собой. Тут не учиться, тут надо работать над собой. Это большая работа и трудная работа на самом деле. Любить себя – это создать себя таким, которым ты будешь очень нужен. Нет, таким, который будет очень востребован, которого будут ждать, уважать с нетерпением другие люди. Вот как любить себя нужно, понимаете? Заставлять себя, правильно? Да. Да, Дмитрий. Заставлять себя пахать и пахать, чтобы быть таким. Где учились, о чем мечтали, где проявили себя и как удалось так вырасти в профессиональном плане. Именитые собеседники делились опытом с юнормейцами. И на примере героев Великой Отечественной войны провели своеобразный урок мужества и самоотверженности. Есть такой вопрос. Вы когда-нибудь жалели о том, что вы выбрали такой сложный путь? Жалеть в жизни, я вот вам дам совет, вообще никогда не жалейте. Жалость – это ваш первый враг. Если в вашей жизни что-то пошло не так, что-то произошло не так, значит оно должно быть так. Это вам либо в учебу, либо в наказание, либо в радость. Любой, да, даже любой человек, любая ситуация, она дает вам. Вы просто должны воспринимать и, как бы вам советовать, да, не эмоциями воспринимать ситуацию, а умом. Говорили долго, обсудили много. А после встречи ребята отправились на экскурсию по экспозициям Музея техники Вадима Задорожного. Юлия Теунова, Руслан Полянин, Дмитрий Волнов. Новости Искровект. Руслан Полянин, Дмитрий Волнов. Новости Искров Gambейн. Обсудили много. Руслан Полянин, Дмитрий Волнов. Новости Искровин.